Праздники приближаются. Будешь покупать подарки в магазинах? Конечно, ведь тебе нравится стоять в пробках и переплачивать. Жаль, что ты еще не понял, что подарки дешевле покупать в интернете. Оригинальные духи знаменитых брендов до 77% дешевле. Так же, как в магазине, только дешевле. 220 ЛВ. Тест-тур приглашает вас провести отпуск на великолепных склонах Австрии или покататься на Доломитовых Альпах Италии. Тест-тур. Вдохновение отдыхом. Президент Латвии Андрис Берзинч не верит в состоятельность и самостоятельность латвийской валюты. Такой вывод можно сделать после заявления главы государства в эфире национального радио. Не хочу ни на кого влиять, но я не вижу варианта лучше, чем евро. Я не верю, что лат может существовать в свободном плавании, указал Берзинч. По мнению президента, Латвии необходимо вступить в еврозону, для того, чтобы наша страна могла участвовать в принятии решений о дальнейшем развитии Европы. Таким образом, президент буквально повторил сказанное на днях премьером Валдесом Домбровскисом о важности вступления в еврозону в установленные сроки с 1 января 2014 года. Политический обозреватель Юрий Соколовский в эфире радиостанции «Болтком» заявил, что отказ от национальной валюты Лата практически ничего не изменит в экономике страны и жизни рядовых латвийцев. Я, например, не вижу особого оптимизма, который сейчас излучает премьер-министр о том, что там все резко изменится после вступления в Латвию еврозону, и там инвесторы толпой потекут в Латвию. Но не потекут, если не будет для этого предпосылок в реальной экономике. Одно и только евро, это нам, собственно, жизнь не спасет. А скептики, они говорят, ходят в рубище, кричат «покайтесь», наступит время, если введется евро, вот он апокалипсис, то есть сразу все рухнет и ничего не будет. Ну, тоже ничего не изменится. На самом деле ничего не изменится. Просто ситуация такая, что Латвия топчется в предбаннике, которым уже достаточно долго не выходит из этого дома, но и не входит, и не пускают в это, собственно, помещение. Никаких особых преимуществ от того, что мы сохраним тут Латвия, я особо не вижу. По словам Соколовского, нет смысла и в проведении референдума по евро, поскольку вопрос уже практически решен. Латвийская ассоциация семейных врачей официально объявила об акции протеста против изменения регулирования работы семейных врачей и призвала медиков завтрашнего дня в течение трех дней не выходить на работу, сообщил руководитель ассоциации Пауэлл Спринцесс. Правительство сегодня утвердило разработанное Минздравом изменения в организации финансирования действенности семейных врачей, которые содержат новые критерии качества их работы, но без предоставления дополнительного финансирования. Мне позволили говорить, но не могу сказать, что разговор был успешным, потому что в основном наши возражения не были приняты во внимание. Мы объявляем акцию, не дожидаясь протокола заседания правительства. С завтрашнего дня призываю семейных врачей отправиться в трехдневный отпуск, заявил Принцесс. Правительство утвердило план по борьбе с алкоголизмом на предстоящие 2012-2014 годы. Как сообщалось, данный план, несмотря на возражения производителей Министерства финансов, 3 декабря правительство решило направить на дальнейшее рассмотрение. В плане содержится пункт о запрете на наружную и телевизионную рекламу алкоголя, также предусмотрены меры по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя, в том числе ужесточение наказаний, а также расширение полномочий сотрудников полиции по доступу в места нелегальной торговли. Со своей стороны Минздрав намерен повысить доступность лечебных и профилактических мер по борьбе с алкоголизмом. С будущего года за родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до полутора лет и получающих пособия по уходу за ребенком или родительские пособия, государство будет платить социальные взносы в размере 20% от 100 латов, а не от 50 латов, как это было ранее. Также правительство на полгода продлило срок, в течение которого вносится взносы социального пенсионного страхования с 50 латов за лиц, занятых на временных общественных работах. Поправки расширят гарантии, на которые могут рассчитывать перечисленные лица при наступлении страхового случая. Правительство постановило уменьшить с нынешних 40 до 35 латов в месяц с 1 января 2013 года пособия гарантированного минимального дохода, против чего выступали профсоюзы. При этом самоуправление могут устанавливать и больше размер пособия до 90 латов для различных групп населения, особо поддерживая детей, получателей пенсии по старости и инвалидности. Мэр Регини Лушаков считает, что бюджет столицы на 2013 год, утвержденный сегодня Рижской думой, позволит выполнить данные рижанам обещания, а вот оппозиционная партия единства называет его дырявым мешком. Ушаков на пресс-брифинге по случаю рассмотрения бюджета столицы напомнил, что международное агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Реги на две ступени, и это самый высокий показатель с 2001 года, подтверждающий стабильность финансовой системы самоуправления. По словам городоначальника, агентство отметило и некоторые минусы, которые решают рижской муниципальной власти работать более эффективно. Единственная проблема для городского бюджета и для городских финансов заключается в том, что мы чересчур сильно зависим от правительства в их решении. И, кстати, когда мы говорим о решениях правительства, хотелось бы еще раз напомнить, что в следующем году доходы городского бюджета будут на 14 миллионов латов меньше, чем могли бы быть, из-за того, что правительство больше не будет софинансировать пособия по ГМИ и жилищные пособия, и из-за того, что правительство изменило налоговую ставку на подоходную налогу для физических лиц. Несмотря на это, несмотря на то, что у нас не 14 миллионов латов меньше доход, чем мог бы быть, мы полностью сохраняем все программы, все приоритеты, которые были определены еще в 2009 году. Несмотря на то, что правительство сегодня предлагает как решение до 35 латов сократить ГМИ, мы все равно сохраним полностью весь уровень пособий в следующем году. Дополнительно мы вводим как программу 4 миллиона латов на ремонт дворов. Мы в следующем году сможем, наконец-то, с 1 января двум группам трудящихся в Рижском самоуправлении повысить зарплаты на 25 латов. Это касается отдельной группы учителей. Общее поступление столицы в будущем году, включая специальный бюджет, планируется в размере 464 миллионов латов, а дефицит составит около 35 миллионов латов или 7%. В свою очередь, думская оппозиция заявила, что в наследство будущим созывом нынешняя Рижская дума оставляет дырявый мешок. Фракция единства в Рижской думе обратилась в Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией, а также в Министерство регионального развития с просьбой оценить законность действия мэра столицы Нелушакова, который разрешил водителям в плохую снежную погоду бесплатно пользоваться общественным транспортом. Как в интервью МИКС-ТВ заявил лидер фракции Олаф Пулкс, оппозиция подозревает, что такое решение ведет к разбазариванию муниципального имущества и наносит ущерб предприятию Ригас Сатексме. Такое ему не дает никакое законное право на такое действие. И если он превысил свои полномочия, и закон это не разрешает ему, то он сделал ущерб. Ущерб сделал предприятию города Ригас Сатексме, и закон рассматривается, если ущерб более чем тысячи лад, это уже уголовная ответственность. Ну, сейчас пусть следственные органы разбираются, есть там или нет какое-то там преступление. Но тем временем Рига в ближайшее время закрепит юридический бесплатный проезд при особых обстоятельствах. В свою очередь мэр столицы Ушаков подчеркнул, что несмотря на упреки в дискриминации по поводу предоставления водителям таких льгот, цель этой меры – облегчить расчистку улиц от снега и уменьшить затор на улицах во время снегопада. В традиционном опросе спорта Авиеза, который в этом году проводился в 17-й раз, лучшим спортсменом 2012 года эксперты назвали двукратного олимпийского чемпиона в велогонках BMX Мариса Штромбергса. Велогонщик достиг нового рекорда опросов спорта Авиеза, став первым спортсменом, которого назвали лучшим все 50 опрошенных экспертов. Прежний рекорд также принадлежал Штромбергсу в 2008 году. За него проголосовали 46 экспертов. Два предыдущих года лучшим спортсменом становился скелетонист Мартин Докурс. Глава правительства Валдес Домровский с министра и директор госканцелярии Элиты Дреймена украсили правительственную елку в латышских традициях. Вместе с министрами в украшении елочки приняли участие воспитанники Мадонской музыкально-художественной школы. Игрушки из шишек, соломы, пряжи были изготовлены в творческой мастерской тут же в здании правительства. Затем Домровский вместе с детьми зажег елочку, пожелав при этом всем в новом году не бояться выдвигать амбициозные цели. Премьер отметил, что Рождество и Новый год – это время, когда каждый человек оглядывается на сделанное в уходящем году и строит планы на предстоящий год. Он пожелал, чтобы праздники были полны радости, оптимизма и тепла.